Недавно в Ара Калауфикум было событие, где-то сожгли Куран в какой-то стране неверующей. Сколько шуму поднялось, сколько шуму поднялось. А subhanallah, давайте теперь посмотрим, как вот мусульмане, которые подняли шум, то есть сами себе противоречат. Я вам задам вопрос. Кстати, есть очень-очень уважаемый человек, прям очень уважаемый человек в нашей стране или в нашей республике, или же в нашем роде, и я взял его паспорт и при всех сжег. Просто молча взял и сжег его паспорт. Другой же взял копию этого паспорта, поставил в интернет и под этим паспортом начал порочить того, чей этот паспорт. Прямо начал порочить. Или же говорить, этот человек учил нас тому-тому, а мы не будем этого делать. Этот человек нас воспитывал, хозяин этого паспорта, на таких-таких благих, а мы будем по-другому делать. Этот человек призывал нас к единству, а мы будем разрозненные. И вот так начинает сжег. Кто хуже, первый или второй? Второй намного хуже, правильно ли? Кто хуже тот, кто порочит, хозяина этого паспорта? И ты сейчас удивляешься, что ли, люди, которые возмущают, и мы не говорим, братья, ни в коем случае не оправдываем этих преступников, которые сожгли Куран. Это страшное преступление. Но мы говорим о том, что вы в хуже преступлений находитесь, и при этом порицаете людей за то преступление, которое совершили они. Вы сами очнитесь. Аллах говорит, аминту манфис сама. Неужели вы не уверовали в того, и неужели вы не верьте в того, кто в небесах? И приходит человек, говорит, вот эти люди Куран сожгли, при этом говорит, нет, Аллах не в небесах. Кто хуже? Тот, кто сжег Куран, или тот, кто говорит, Аллах говорит о себе, что в небесах? Он говорит, нет, нет, ты не в небесах. Кто хуже? Кто хуже, Барак Аллауфикум, тот, кто сжег Куран, или тот он возмущается что кто-то сжег куран и при этом барак аллафикум что делает говорит что можно просить у мертвых и возмущается что кто-то кто из них хуже аллах спантали послал пророка салаллаху ли сара который запретил людям бить в лицо снимает ролик на котором 10 или 15 человек бой по боям без правил в гневе за то что кто-то же аккурат кто хуже тот тоже клан или то что вы наплевали на про на приказ про аллаха субханалла то ли у а ты у лава ты у рассуля подчиняется аллаху ли подчаясь в рог то есть вы видите вы как глумитесь над всевышним господом вы глумитесь над его пророком салаллаху алейхи вассаль как вам не стыдно как вам не стыдно как вам не стыдно братья аллах спадали позволяет этим куфаром так паст поступать с нашей книгой подобно тому как всевышний аллах спонатали позволит эфиопцию разрушить кабу в конце света во времена многобожника когда меткой управлял абдуль мутали по ним многобожники но они возвеличили кабу идет обрага чтобы разрушить кабу аллах посылает птиц который уничтожила все его войско потому что были люди которые возвеличивали кабу в конце света же не останется ни одного человека который бы возвеличивал кабу и аллах позволит эфиопцию в конце света другому прийти и разрушить кабу камень за камнем вот так же в наше время когда вы наплевательски отнеслись книги аллаха приказом пророка салаллаху лесенам всевышний аллах позволил каким-то гадам братья братья сжигать куран и снимать это видеокамеры так далее самая большая проблема вас еще что вы все они даже не мечтали эти люди как говорит шейх салим то вы кстати это видео начало будет приложено обязательно которым сказано как люди мусульмане помогает неверующим наше время распространять эти вещи прямо под видео будет ссылка обязательно послушать это эти куфары даже не мечтали когда за жили куран что мусульмане маша лава так распространять эти вести везде и покажут по всему миру это ламсами поэтому побоится аллаха постесняйтесь и учила ха вернитесь господа субханалатали если вы начнете держаться за свою книгу если вы начнете держаться за свою книгу братья изучать куран изучать сумму и практиковать аллах просто-напросто не позволит никакому каферу сжигать ваш куран точно так же как не позволил кураши там во время курашитов обраге разломать кабу а если вы халатно относитесь к вы то они будут это это ладно суде завтра будет еще хуже они поступят с кураном потому что вы сами наплевательски относитесь к урану а как тогда к нему будет относиться куфары а когда мусульмане варакала уфикум возвеличивать книги аллах спонта в совсе вселяет страх сердца неверующих проксал всем сказал из тех вещей которые были даны ему это то что за месяц пути не вид то есть ему до неверующего месяц пути и этот неверующий уже его боялся неверующие будут бояться прикоснуться к вашей книге если будут видеть что вы возвеличиваете вашу книгу а если вы халатно к ней относитесь они тем более будут не халатно относиться ва ма арусал на мин каблика и ля ридалан нухи и лэй хим фас а ну ах ладзик ри ин кун тум латалам pro заноси ón балбейнат и землю балбейнат и зубу анзеллна или кафе Well what туп below не достичь да а 21 м с и Субтитры создавал DimaTorzok